Четыре экологических аварии произошли на Таймыре за полтора месяца. Последние две только на этой неделе. В почву и водоемы полуострова попали тысячи тонн нефтепродуктов и отходов производства. Хрупкой природе полуострова нанесен огромный ущерб от деятельности недропользователей. Страдает вся экосистема, воздух, вода и почва. Местные водоемы уже много лет под прессингом расположенных поблизости предприятий. Восстанавливаться после экологических катастроф природы Арктики будет десятилетиями. Сколько именно, никто сказать не может. На данный момент Росприроднадзор насчитал штраф за ущерб только самого крупного разлива. Это почти 148 миллиардов рублей. О техногенных авариях Таймыра репортаж Наталья Бояриновой. Сегодня в поселке Тухарт продолжает действовать режим ЧС муниципального уровня. В Таймурской тундре в грунт вылилось почти 45 тонн авиакеросина. Как сообщили в компании Норильстрансгаз, это дочка норникеля, во время перекачки топлива с баржи на склад ГСМ произошла разгерметизация трубы. Как раз посередине четырехкилометровой нитки. Тухарт – территория удаленная, труднодоступная. Сейчас туда добраться можно только на вертолетах, либо по воде. Одним из первых на место ЧП попали коренные жители и глава сельского поселения. Несмотря на слабую связь и интернет, они отправили нам эти видео. Вот ручей, где был сам непосредственно разлив, весь засыпан. Вся земля там в Сарбенте полностью засыпана. И озеро тоже вокруг. Куда попало топливо, тоже все засыпает Сарбентом. Потом мы вчера на катере уже с прокурором, когда туда ездили, тоже там был запах. Запах чувствовался на реке самой. Разлив был локализован в первые сутки. Сарбентом обработан один километр береговой линии ручья. От места разрыва до места попадания в Малое озеро. В двух местах на Большом озере есть небольших два пятна. Через боны то ли волной перекинуло, то ли что. Но их локализуют. Посыпали их, значит, этим абсорбентом. И он впитывает в себя и вычеркивает. К концу недели собрано около 160 кубометров топливно-водяной смеси. В Тухарде определено место для сбора загрязненного грунта. Со дня аварии специалисты Росприроднадзора взяли 16 проб воды и 6 грунта. Для того, чтобы не допустить попадания топлива в реку Большая Хитаа, выставлена серия из 8 бон, которые препятствуют растеканию топлива. Также проводятся работы по обработке береговой линии и земельного участка вблизи нефтепровода. Судя по всему, трубопроводу несколько десятков лет. И даже не специалисту понятно, что порыв рано или поздно должен был здесь произойти. В сыровых условиях Заполярья система сильно изнашивается. По данному факту, Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. В Тухарде введен режим ЧС муниципального уровня. Угрозы населенному пункту и здоровью жителей нет, заявили недропользователи. Всего за полтора месяца на Таймыре зафиксированы 4 экологических аварии. На следующий день после разлива авиакеросина в Тухарде в Норильске на Надеждинском металлургическом заводе происходит очередная утечка отходов. В окружающую среду попадает оксид железа. Вода и почва окрашиваются в красный цвет. До этого, 28 июня, ЧП на Толнахской обогатительной фабрике. Там зафиксированы два факта несанкционированного слива технической воды из хвоста хранилища в реку Харай-Лах. За выявленные нарушения руководство фабрики уволено. Самая масштабная экологическая катастрофа произошла на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из огромного резервуара в почву вылилось почти 22 тысячи тонн топлива. Росприроднадзор оценил ущерб экологии полуострова беспрецедентно в 148 миллиардов рублей. Изначально эта сумма должна была поступить в казну Норильска. Но в Госдуме во втором чтении утвердили поправки в бюджетный кодекс. Депутаты решили, что лучше зачислить штраф Норникеля в федеральный бюджет. На защиту природы Таймыра встают коренные малочисленные народы полуострова. Аборигены направили официальное обращение в Госдуму правительства России и Совет Федерации, в котором просят оставить деньги в муниципальном бюджете. Этносы заполярья считают, что это поможет спасти окружающую среду не только Таймыра, но и Арктики. Любая промышленная корпорация, которая заходит на нашу территорию, должна учиться у коренного населения правильному движению жизни в Арктике и экологическому мышлению. Сегодня мы понимаем, компания заходит и уходит, а мы остаемся здесь жить. Мы здесь живем, жили и будем жить. Здесь будут жить наши дети. Поэтому мы очень обеспокоены этой ситуацией. На сегодня по всем четырем авариям технический этап ликвидации практически завершен. Теперь необходимо как можно скорее спасать природу. Уникальной экосистеме Таймыра нанесен огромный вред. После разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, Владимир Путин поручил до 1 августа внести поправки в закон об охране окружающей среды. Изменения помогут предотвратить последующие чрезвычайные происшествия. От деятельности недропользователей страдает вся экосистема. Воздух, вода и тундра. Местные промысловики отмечают, что запасы биоресурсов на Крайнем Севере истощаются. Скуднее треки, кормовая база, гибнут олени. И последние экологические ЧП негативно повлияют на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Таймыра. Наталья Бояринова, Олег Гармаш. Местное время. Воскресенье. Сегодня губернатор Красноярского края Александр Рус провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Главной темой стало обсуждение ситуации в Норильске и доклад главы северного города Ренада Ахмедчина. Все подробности в новости Нислава Макарова. Накануне глава Норильска Ренат Ахмедчин публично заявила о сложной коронавирусной обстановке в городе. По словам мэра, в местных стационарах не хватает койко-мест, врачей и медперсонала, недостаточные тестов на COVID-19. А официальная статистика по зараженным расходится с той, что ведет мэрия. Этот список мы выверяем пофанильно. Никакого затвоения и затронения в этом списке нет. По обладательному тесту выдавался больничный вид. Я так понимаю, что если больничный вид человеку выдавался, значит он болеет. Но эксперты сегодня заявили, такие подсчеты ошибочны. Больничный дает не тогда, когда заболел, а тогда, когда является контактным. Достаточно быть контактным для того, чтобы выдать больничный, для того, чтобы человек сидел дома и в течение 14 дней наблюдать, не появится ли у него заболевание. Доклад Ахмедчина прокомментировал и губернатор Красноярского края Александр Рус. Глава региона заявил, что две трети эффекта по сдерживанию коронавируса дает работа местной власти, а не Минздрава. У вас растет заболевание такими темпами, которые дают вам основание бить тревогу. Так это вопрос к вам. Почему вы не обеспечиваете на должном уровне соблюдение вашими людьми, нашими, земляками, наличиями, санитарно-эпидемиологических мероприятий? Социальное дистанцирование, масочный режим, карантин и так далее. Сегодня в Норильске числится 769 врачей и 2064 медработников среднего звена. При этом 30% из них сейчас в отпуске. Решение отправлять медиков на отдых в такой сложной эпидемиологической обстановке Александр Рус назвал ошибкой. По данным Краевого Минздрава, потребность в коечном фонде в Норильске сейчас закрыта. В настоящее время организовано порядка 280 коек. Станислав Макаров, Вести Красноярск. Дудинка освобождается от пережитков прошлого. В городе развернулась кампания по сносу ветхих сооружений. Старые кирпичные мусоросборники не красят внешний облик заполярной столицы. До середины сентября подрядчик должен снести 9 строений и несколько старых деревянных домов. За ходом работ следила Анна Надр. Ковш погрузчика собирает обломки снесенного кирпичного сооружения. Старые мусоросборники в Дудинке – наследие советского прошлого. Их строили еще в 70-х годах. За считанные минуты ветхие стены строений превращаются в пыль. Больше времени уходит на погрузку и вывоз груды мусора. Нормально, привыкли. Все хорошо с первого раза. Сколько уходит времени на снос этого здания? Часа два. С месяц выброской. Может и час. Эти кирпичные строения раньше выполняли функцию мусорных контейнеров. Нужно было подниматься по высокой лестнице и выкидывать свои отходы в специально отведенные отверстия. Сейчас эти мусоросборники стоят, ими никто не пользуется. Их даже признали аварийными. Сейчас эти объекты не только портят внешний вид города, но и представляют угрозу для жизни и здоровья. В заброшенных мусоросборниках часто играют дети. Конечно, правильно. Почему? Потому что это аварийно и опасно для жизни. Там дети лазят, можно убиться. Но что за место они построят самое главное? Потому что колясочную какую-нибудь, либо какие-то парковочные места. Подрядчик уверяет, работа идет с опережением сроков. В наличии имеется вся необходимая техника. Автокран, погрузчик, кран-манипулятор и два самосвала. И две бригады рабочих. В этом году в рамках уже заключенного муниципального контракта запланировано снести 9 мусоросборников, 6 из которых уже стесено. Также дополнительно администрация города Дудинки планируется снести дополнительно еще 6 мусоросборников на территории города Дудинки. В Заполярной Дудинки остается еще много аварийных строений, которые предстоит снести. Их дальнейшая судьба решается, как и будущее других свободных территорий. Анна Надр, Олег Гармаш, Вести Красноярска, Дудинки.